21 февраля – Международный день родного языка. В Североказахстанской области его отмечают впервые. По этому случаю во Дворце школьников прошла встреча представителей Ассамблеи народа Казахстана с молодежью, владеющей государственным языком. Они говорили о важности изучения казахского. Подробности в нашем следующем сюжете. Родной язык Павла Родионова русский. На нем говорит вся его семья, близкие, друзья. Знать и владеть языком своих предков для него важно, признается Павел. Но современный развивающийся человек изучением одного языка ограничиваться не должен. Поэтому еще будучи школьником, он увлекся изучением казахского. Благодаря книгам, урокам и общению со сверстниками быстро его освоил. Сейчас во взрослой жизни эти знания ему пригождаются. Я считаю, что язык является народным достоянием и нужно его изучать, потому что в работе он всегда пригодится при общении с коллегами, с сотрудниками, а также в жизни тоже необходим. Люди в основном удивляются, но я думаю, что в наше время уже удивляться нечему, потому что все-таки 21 век и уже большее число людей не казахской национальности уже знает государственный язык. Среди тех, кто в совершенстве владеет государственным языком, и Карина Мелихова родилась и росла, она в казахской деревне, поэтому хорошо знакома с традициями, обычаями и языком. Говорит, казахским владеет лучше родного белорусского. Я считаю, что казахский язык нам всегда нужен будет, потому что мы живем в Казахстане, и мы должны развивать казахский язык, не только свой язык. Мне казахский язык всегда помогает. Я учусь в казахской отделении, и в жизни мне всегда помогает. Меня всегда приглашают в конференции, разные мероприятия, чтобы я выступала. Международный день родного языка провозглашен ЮНЕСКО почти 30 лет назад в нашей области. Такие встречи в рамках этого дня проводятся впервые. Сегодня Управление по развитию языков проводит среди представителей некоренной национальности пиар-акцию «Рпахтеля Киришектеля», посвященный Международному дню родного языка. В данной акции у нас участвует молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, работающая в разной сфере. По окончании встречи руководитель Управления по развитию языков Североказахстанской области и представитель Ассамблеи народа Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве. Его цель – укрепление единства и взаимопонимания между представителями разных национальностей. Анжелика Сычева, Михаил Казначеев, Новости МТРК.